Всем привет! Это рубрика «Самые-самые» и сегодня мы расскажем вам о знаменитостях, которые точно знают, как привлечь ваше внимание скандалами, костюмами или же выходками, превращая провокацию в жанр искусства. В мире Билли Портер, американский актер, певец и драматург, лауреат премии Тонни, Грэмми и Эми, а также двухкратный номинант на «Золотой Глобус». Также Билли был включен в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала «Тайм». Рожден 21 сентября 1969 года в Питтсбурге, США. Состояние Билли Портера на сегодняшний день нигде не афишировалось. Портер играл в театре на Бродвее, но настоящий успех пришел к нему в 2018 году после съемок в сериале «Поза», который показывали на американском кабельном. Актер стал частным гостем на различных премиях и мероприятиях Голливуда, и эти выходы принесли ему не меньше славы, чем сценические роли. Одним из самых обсуждаемых появлений Портера на публике стал выход на ковровую дорожку 91-й церемонии вручения премии «Оскар». Билли был в платье-смокинге. «Теперь моя цель — быть ходячим произведением политического искусства каждый раз, когда я появляюсь на мероприятиях и бросать вызов типичным ожиданиям. Что есть маскулинность? Женщины каждый день носят брюки, но стоит мужчине появиться в платье, моря выходят из берегов. У меня есть смелость пошатать устои», — объяснил как-то Билли в интервью журналу «Вок». И отступать от своих устоев актер не намерен. Каждый его новый выход становится все ярче и интереснее предыдущего. Новую планку актер поставил на медгалла, темой которой стал кемп. На мероприятии Портер появился в образе бога солнца. На красную дорожку его вынесли шесть мускулистых мужчин, одетых также в стиле моды древнего Египта. В России Алишер Маргенштерн, или точнее Алишер Валеев, российский рэпер, исполнитель и музыкант, является обладателем премии журнала GQ «Человек года» в категории «Музыкант года» и, как ни странно, статуэтки «Женщины года» по версии журнала «Мода Топикал». Маргенштерн давно славится своими яркими выходками и эпатажным поведением. Рэпер и публично целовался с фанаткой, и выезжал на сцену на машине и сжигал в 100 тысяч рублей. Но самой яркой выходкой Маргенштерна стало празднование выпуска совместного клипа с ЛДЖ. Выпустив трек «Кадиллак», рэперы надели рубашки с гавайским принтом, залезли на крыши автомобилей, с водными пастолетами в руках начали колесить по столице с музыкой и криками. По словам Маргенштерна, его суммарный доход за 2020 год составил 81 миллион 459 с половиной тысяч рублей. Основными источниками прибыли являются реклама в Инстаграме, продажа мерча, концертная и стриминговая деятельность и, конечно же, реклама на YouTube-канале. В Перми Данил Гурьянов. Легендарная фигура ночной жизни Перми, как его назвало пермское издание «Собака». Рожден 6 апреля 1991 года. Является основателем клуба «Квадрат», который на сегодняшний день закрыт, и баров «Дом культуры» и «Наташа», а также креативным продюсером фестиваля «Место силы». Сам себя Данил назвал городским сумасшедшим. Среди эпатажных поступков можно отметить сжигания, заработанных с помощью выдуманного бара «Коробка», денег, ответный комментарий на ситуацию со студентом, которого не пустили на фейс-контроле и провокационные фото в Инстаграм. Также нельзя оставить без внимания и музыкальную группу Данила «The Heartlux», на сцену, с которой молодой человек может выйти в одних колготках в сетку.